На тарифы сотовых операторов планируют ввести государственное регулирование. Эту сферу также хотят отнести к общественно значимым рынкам. Пока предлагаемые новшества лишь на стадии обсуждения на портале открытой НПА. Но Бута Ибрагимова уже изучила документ. Недостаточно средств для звонка. Проверьте баланс по команде звездочка 102 решетка или в мобильном приложении. И сколько баланс не пополняй, не хватает. Да еще и дороже чуть ли не с каждым месяцем. А все потому, что никто не регулирует цены на тарифы мобильной связи в Казахстане. Только за прошлый год Министерство цифрового развития поступило более 350 жалоб из-за увеличения цены мобильной связи и подключения дополнительных услуг без согласия клиента. И еще 100 претензий из-за повышения цен. Стоило 2 с чем-то. Точно сейчас не могу сказать. А сейчас стоит 3,390. В активе ты покупаешь сейчас за 2,900, а получаешь всего 15 гигабайт. Хотя некоторые казахстанцы уже настолько привыкли к необоснованному росту ценника операторов, что уже считают это нормальным и не видят другого варианта. Я считаю, что это нормально. Ну нет, 4 тысячи всего лишь. В прошлом году Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности провело почти полторы тысячи проверок в отношении сотовых операторов. Они выписали штрафы на сумму более 3 миллиардов тенге. В агентстве по защите и развитию конкуренции сообщают, что среди компаний мобильной связи нет борьбы за клиентов. Поэтому нет и надобности понижать цену. Недавно агентством было предложено изменение в правил оказания услуги в части формирования тарифа на основе обоснованных затрат. Ну и установление запрета на изменение условий, получается, тарифных планов на сотовые связи, также на интернет. И самое главное, наверное, здесь можно ответить, что мы давали рекомендации МЦРИАПу о том, что операторы не смогли бы в одностороннем порядке изменять цену, политику, тарифы. Тем временем авторы документа предлагают государственное регулирование мобильной связи до полной демополизации рынка. По сути, это должно в дальнейшем создать конкуренцию в этой сфере. Казахстанцы возмущены не только необоснованно дорогими тарифами на связь, но и стоимостью и плохим качеством интернета.